Уже сказал Пророк, салаллаху алейху ассаляма, в своей проповеди, объявив о том, что любое новшество – это заблуждение. Я думаю, что все согласны с тем, что посланник Аллаха, салаллаху алейху ассаляма, самый красноречивый языком из всех творений. И согласны с тем, что Пророк, салаллаху алейху ассаляма, самый знающий из творений в том, что он говорит. И согласны с тем, что посланник Аллаха, салаллаху алейху ассаляма, наиболее искренним отношением из своих творений к творениям. Его речи и его слова собрали в себе полноту знаний, совершенство искреннего отношения и наставления, полноценного разъяснения и донесения. И можно ли после этого, чтобы пришел какой-то человек и сказал, что новшество бывает таким-то и таким-то? И посланник Аллаха, салаллаху алейху ассаляма, сказал, любое новшество это заблуждение. Клянусь Аллахом, если бы эти слова произнес их человек, их шейх из приверженцев нововведения, которого они возвеличивают, тогда бы они носили эти слова, написанные светом на своих головах, и говорил бы каждый из них, любое новшество это заблуждение. Однако эти слова произнес самые почтенные створения, самые знающие створения, наиболее искренние в своем отношении к створению, самые красноречивые створения. Они же сами желают этим множеством, которое они придумали и ввели, они хотят с этим собраться под знамена пророка, салаллаху алейху ассаляма. Если бы они были правдивы и искренни, то они проявили бы благонравие к пророку, салаллаху алейху ассаляма, и не забегали бы вперед у него, узаканивая то, что пророк не узаконил. Какое бы нож, что-то человек не ввел, желая тем самым приблизиться к Аллаху, и это будет означать несогласие с тем, что донес посланник Аллаха, салаллаху алейху ассаляма. А разве пророк, салаллаху алейху ассаляма, не оставил в своей общине прямой путь, ясный, как день и ночь? А разве Аллах не отправил в свои умные аяты, сегодня я до совершенства довел его до вас в вашу религию? Разве пророк оставил шариат или этот закон, в который можно вводить эти свои новшества? Получается, он не донес его по своему невежеству? Или он скрыл что-то из того, чему научил Аллах? Если ты скажешь первое, то ты обвинишь его в невежестве, в незнании. Если ты скажешь второе, то ты обвинишь его в незнании, в предательстве. Я не верю, что все это ты скажешь или признаешь это в абсолютном виде. Поэтому, о мой брат, достаточно тебе того, что донес шариат из убеждений, из слов, из дел. Подчинись, подчинись и сдайся, и расслабься. Шариат, хвала Аллаху, совершенен и полноценен, и не нуждается в дополнении.